Добрый вечер, многоуважаемые гости, коллеги, друзья, товарищи, человека, который нас таких разных сегодня здесь собрал. Человек, который ровно 50 лет назад, в этот день, в 6 утра, родился в городе Москве. Человек, который в пятом классе, еще обучаясь, своими руками сделал первый инструмент, гитару, который даже неплохо звучал. Человек, который потом, подрастая, стремился всю свою жизнь уехать из Москвы. И человек, который, в конце концов, из колесей полмира вернулся к нам. С тем опытом и багажем, который он наработал, с новыми проектами, с которыми мы сегодня ознакомимся. Я позволю себе несколько выдержек из разных источников, которые в разные годы о нем писали. Выдержка с сайта Rock Archive, 1991 год. В нашей стране достаточно неплохих гитаристов, и один из них очень быстро прогрессирует в последние годы. Приобщившись к рок-музыке в возрасте 8 лет, он долго изучал свой инструмент. В период с 83 по 80 год работал в составе львовской группы «Лабиринт». Играли джаз-рок, но в итоге музыканты лишились гастрольных удостоверений, и группа распалась. В 1987 году судьба свелась Сергея с вокалистом Николаем Носковым. В то время Маргин работал у Валерия Леонтьева, делал аранжировки в рок-поппере Джордана Бруна. Музыканты засели в домашней студии и записали три номера под названием «Фактор абсолютной терпимости». В записи также участвовал басист Игорь Прокофьев и ударник Александр Лёв. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Был создан парк Горького. И Носков перешел туда. Фактор абсолютной терпимости распался, хотя позднее эти песни вышли на мелодии «Миньоном» под названием «Гран-при». Сергей Маргин в настоящее время работает в группе Стаса Наминаев, и во время «Американской гастроли» заинтересовался специальную прессу. Надо думать, его потенциал найдет выход. Пока Сергей продолжает работать в домашней судье и коллекционировать свои домотреки. На них только с них поет Андрей Кольчугин. Сейчас «Кураж». Повторюсь. В 1991 год. Следующая выдержка уже через время. Через время. В 2007 году. На удивление вышла в глянцевом журнале «Шансонье». Сергей Маргин музыкант, композитор, продюсер. Многие его песни звучат в эфире радиостанции. Их исполняют зарубежные российские звезды. Достаточно вспомнить песню «Дай мне шанс» Николая Носкова или «Я верю, я дождусь». Кроссовки в исполнении Григория Левса. Я думаю, всю историю пересказывать не надо. На тот момент было написано, что этот человек проживает в Лос-Анджелесе. На сегодняшний день он действительно вернулся. Он с нами. По его заверениям, он соскучился наконец-то по друзьям, знакомым и родным краям. Не прошло и 50 лет, хотя опять 25, так утверждает он. И сегодняшний вечер мы встречаем ювеляра с его вторым 25-летием. А также, если кто не знал, 35 лет профессиональной деятельности в музыке. 35 лет. К сведению, сегодня с вами целый вечер будут меняться составы. Его новые проекты неизменным останусь только я. С вами сегодняшний вечер проводит Юрий Филий. Итак, давайте поаплодируем себе, что несмотря на погоду, на все остальное, вы все-таки пришли на этот прекрасный вечер к этому замечательному человеку. Аплодисменты себе любимым. Итак, юбилейный вечер Сергея Маркина. В простонародье доктор Маркин. Абсолютно в простонародье. На сцену мы его еще попросим. И есть даже... Мы полвечера буквально уже пытаемся его истязать, пытать, бить ногами, руками. И уговорить усиленно сегодня тоже исполнить что-то для нас лично. Не только проекты. Пока он сопротивляется. Я надеюсь, мы попытки продолжим во время выступления групп. Тихонечко, чтобы никто этого не заметил. Итак, сегодняшний вечер. Первым открывает коллектив, который описывают как фолк. Я бы назвал все-таки этно с оригинальным содержанием. Коллектив Матронас Интернешнл. Абсолютно! Спасибо за субтитры Алексею Дham. Спасибо.